Осень подходит к концу, температура опускается ниже, а световой день становится короче. Заболеть в эту пору просто, так как наш иммунитет ослабевает. Как укрепить его, не прибегая к медикаментозным препаратам? Конечно, в первую очередь надо понимать, что иммунитет – это такая сборная солянка из многих факторов. То есть, если человек будет, не знаю, пить, курить, если он не двигается, если он сидит целыми днями на работе, например, если он переедает, у него есть лишний вес, то выпитая утром водичка с имбирем, она как бы ему не поможет. Ключевые составляющие крепкого здоровья – физическая активность, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание. 30-40% нашего рациона должна составлять клетчатка, пояснил диетолог. Это могут быть как свежие, так и замороженные фрукты и овощи. Второй важный элемент зимнего меню – крупы. Крупа – это, по сути, сложный углевод, который долго надо расцеплять, да, и который даст долгую нам энергию, поэтому ему все равно. Кенуа – это будет, или обычный рис, или это обычная наша гречечка любимая. То есть кушайте что-то, что вам нравится по вкусу. Крупы однозначно полезные, и количество углеводов сложных должно составлять 40-50% в рационе. Правильно составленный рацион укрепит иммунитет, но не гарантирует полную защиту от гриппа и простуды. И если вы все-таки заболели, ежедневное меню придется скорректировать. Общих рекомендаций в таком случае нет. Нужно просто прислушаться к своему организму. В первую очередь нужно здесь прислушаться к себе, потому что организм – уникальная вещь. Он сам подсказывает, что нужно. Обычно люди в этот период отказываются много есть, и это правильно, потому что организму нужно справиться с вирусом, который попал. И больше налегать на жидкости. То есть это все, что вы можете сделать. Организм взрослого человека сам определяет, сколько воды в сутки ему нужно. А вот дети и пожилые люди склонны к обезвоживанию, поэтому им рекомендуется строго соблюдать питьевой режим. Анна Пилипец, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.